Субтитры создавал DimaTorzok Это, наверное, онлайн-участник у нас, да? Надо подождать немножко, да, к сожалению. Ну, пока Ольга Леонидовна будет подключаться, профессор, профессор кафедры социальной и молодежной политики Алтайского государственного университета, Россия, город Барнаул. Тема выступления – культура диалога в межнациональном общении. Я так поняла, нам минутка нужна для перезагрузки, да? Переподключаются. Переподключение. И я прошу прощения, прервала свою мысль. Так вот, у нас сегодня мы построили круглый стол так, что первая часть – это выступление участников международной научно-практической конференции, организатором которой является Институт демографических исследований. И первая наша выступающая – это представители академической науки. Они зарегистрировались на нашу площадку так же, как и на многие-многие другие площадки внутри этой конференции. У них очень интересные темы. Но так как у нас не научная конференция, а все-таки вот круг общения, у них несколько будет ограничен регламент и просьба выступающих кратко, доходчиво, простыми словами. И самое главное, чтобы мы поняли, что действительно без взаимодействия с наукой, с академической наукой, общественным организациям очень сложно выстраивать свою работу, потому что нужны знания. Нужно понимать, как, на основе каких закономерностей, на основе какой системы выстраивать свою работу. Поэтому вот контакт общественности и академической науки, он очень важен. Мы все прекрасно знаем, что общественники тащат свою лямку, мероприятия, мероприятия, суета организационные, всякие сложности у науки, свои сложности, постоянные отчеты, конференции, доклады. А вот одна из таких вот задач нашего круглого стола – посмотреть, как мы можем друг друга дополнить, чем мы можем помочь, как практики могут направить, может быть, актуализировать какие-то вопросы для научного сообщества. И как научные эксперты, ученые могут помочь практикам в работе. Но дело в том, что у нас практика представлена как общественная практика, но у нас еще представители духовной практики. У нас представители ассоциации буддийских общин Ария Санха. Поэтому это тоже практика, хоть она и не такая, может быть, заметная, как общественная практика, но теперь это огромная, это глубокая, глубочайшая работа. И я думаю, что наши участники расскажут сегодня. И вот это вот синтез науки, религии, общественные площадки. Я думаю, что мы будем продолжать подобные площадки. И вот уже Виктория Юрьевна сказала, что мы проводим вторую конференцию совместную, но у нас уже есть наметки на третью. В октябре месяце в Армении состоится тоже большая конференция. И мы планируем, да, Ассамблея народов Евразии планирует там провести также площадку, связанную с духовной культурой. То есть разговор мы хотим продолжать, заинтересованы в этом участниках. Стас, что там удалось кому-то подключиться? Ольга Леонидовна на связи? Хорошо, тогда передаем Паничу Борису Леонидовичу. Борис Леонидович, вы на связи? Не знаю, что подключался вроде бы. Да, да, да. Я тут слышно, меня видно. Борис Леонидович, религтор благотворительного фонда поддержки развития просветительских и социальных проектов. ПСП-фонд Москва, ой, прошу прощения, Россия, город Санкт-Петербург. И тема выступления – опыт и потенциал народной дипломатии в сфере реализации миграционных потенциалов миграционных процессов на пространстве СНГ. Добрый день, уважаемые коллеги. Видно меня, надеюсь, слышно, да? Да. Да, вас видно, слышно. Да, большое спасибо за предоставленную возможность принять участие в конференции. Что касается темы. Когда мы говорим о миграции, то мы чаще всего говорим о миграционных процессах в контексте экономическом, в контексте демографическом. К сожалению, достаточно часто в контексте правоохранительном. Но представляется, что не менее важно иметь в виду и ее интеграционный потенциал. Потому что именно миграционные потоки, они во многом продолжают связывать страны СНГ в единое культурно-экономическое пространство. И на каких аспектах интеграционного потенциала миграции, кроме экономических аспектов, важно, как кажется, остановиться? Ну, первое, это то, что связано с языком. То есть, ну, нельзя сказать, что это хорошо, скорее, наверное, это печально. Но представляется, что в данный исторический момент именно миграция, причем и трудовая миграция, и образовательная миграция, это касается и студентов, и касается семейной миграции детей, которые приезжают в Российскую Федерацию из стран СНГ. Такое представляется, что миграционные процессы в настоящий момент являются чуть ли не основным стимулом для изучения русского языка в странах СНГ. Вот, похоже, ситуация именно такая. И именно поэтому важно создавать условия для изучения русского языка и на родине потенциальных мигрантов, и в Российской Федерации. И понятно, что здесь этот процесс двусторонний. С одной стороны, важно создавать условия, важно, чтобы изучение русского языка было доступным, а с другой стороны, в каких-то ситуациях важно, пожалуй, делать более строгими требования по знанию русского языка теми мигрантами, теми иностранными гражданами, которые надолго остаются в Российской Федерации. И здесь, конечно, встает вопрос о реформировании системы тестирования на знание русского языка, потому что все, кто работает в этой сфере, понимают, что нынешнее построение тестирования в общем не является серьезным стимулом для реального знания иностранными гражданами русского языка, к сожалению. И, с другой стороны, мы понимаем, что без знания российского языка никакой реальной адаптации именно в российское сообщество, подчеркиваю, в российское, не в национальное сообщество, не в религиозные структуры, а именно в российское принимающее сообщество адаптация без знания языка невозможна. Вторая составляющая интеграционная в контексте миграции – это, конечно, ну, если можно так сказать, имиджевые процессы. С одной стороны, речь идет о том, что по тому, как ведут себя мигранты, во многом складывается наше представление о странах их происхождения, и очень приятно, что общественные организации из стран происхождения мигрантов, с которыми мы активно сотрудничаем, выпускают определенное количество информационных материалов, видеороликов, достаточно успешных, направленных не только на правовое информирование мигрантов, но и на формирующее стремление формировать положительный образ своих стран, приезжая в Россию. Это тоже очень важное направление деятельности. Что касается России, то, конечно, очень важно создание дружественного образа России, как принимающей мигрантов страны. В стратегических документах целого ряда стран СНГ, направленных на работу с человеческим потенциалом, на организацию миграционных процессов, в последнее время стала встречаться формулировка примерно такая, что миграция должна быть следствием не вынужденной какой-то ситуации, а миграция должна быть следствием свободного выбора. Это, конечно, идеальная модель, но что это означает на практике? Да, в настоящий момент мигранты из стран Средней Азии немножко меняются структуры миграционных потоков, больше увеличиваются потоки других стран и России, и стран Средней Азии, но все равно с большим отрывом Россия остается основным пунктом отношения для мигрантов из Средней Азии. И понятно, что ситуация во многом вынуждена и связана с тяжелой экономической ситуацией в странах, прежде всего, Средней Азии. Но для России очень, если вы в этой перспективе, очень опасная ситуация может быть связана с тем, что мигранты вынуждены переезжать в Россию, и они вынуждены терпеть дискриминацию, вынуждены терпеть какие-то коррупционные схемы. И да, они находятся в России, они все равно едут в Россию, но при этом имидж России, как понимающей страны, далеко не всегда у них складывается благоприятный. А надо понимать, что речь идет о многомиллионных потоках. И во многом от того, что рассказывают мигранты, возвращаясь на родину, очень во многом и большой степени зависит от отношения выправляющих странах Российской Федерации в целом. И поэтому, если думать о перспективе, об интеграции, то, конечно, наша задача сделать так, чтобы регулирование миграционных процессов проходило в максимально цивилизованных рамках, чтобы эти механизмы были максимально дружественны, и чтобы были они направлены на развитие именно добрососедских отношений между нашими странами. Какую роль в этих процессах могут играть общественные организации, как основная, пожалуй, ключевая составляющая народной дипломатии? Я буквально несколько слов скажу о нашем опыте. Наша организация – ПСП Фонд, это общественная организация, и мы уже много лет работаем как межрегиональный ресурсный центр в сфере миграции и межнациональных отношений, работаем и в регионах России, работаем в странах СНГ. И какой опыт в формате народной дипломатии кажется эффективным, исходя из этой деятельности? Во-первых, огромная роль общественных организаций может быть в повышении количества предвыездной подготовки потенциальных мигрантов. И есть опыт разработки и пособий для специалистов государственных и общественных организаций по тому, как должна функционировать система предвыездной подготовки, разработки информационных материалов, консультирования специалистов в странах происхождения мигрантов. Очень важно, что в этой работе участвовали представители принимающей стороны, потому что именно мы здесь знаем те реалии, с которыми располагаются мигранты, приемы в Россию, и вот такие пособия по-настоящему будут эффективны и могут существенно повышать качество предвыездной подготовки. Правовая помощь. Тоже опыт показывает, что очень многие проблемы решаются эффективно при координации взаимодействия общественных и государственных организаций в странах происхождения, в странах приема, и в том числе и касается схем, связанных, к сожалению, существующих схем, связанных с торговлей людьми, потому что в таких схемах, в незаконной законной миграции, часто в конце цепочки находятся одновременно и в странах происхождения, и в странах приема мигрантов. Борис Леонидович, простите, у вас уже время вышло. Одна минута давайте к выводам. Очень плохо слышно. У вас время вышло, вы уже 10 минут. Да, да, все буквально. Поэтому у вас одна минутка, чтобы завершить. Следующее направление – это изучение русского языка, следующее направление – это мониторинг, потому что общественные организации лучше знают ситуацию, находятся в поле. И последнее самое, конечно, это создание всевозможных координирующих структур межстрановых, межсекторных. И вот как раз уже о чем было сказано, создание в рамках Ассамблеи народов Евразии Международного комитета по миграции, как раз Асс является таким инструментом, который какался в этом смысле большое будущее. Спасибо большое. Так, спасибо большое. Коллеги, у нас подключилась Ольга Леонидовна. Да, Ольга Леонидовна, мы вас уже представляли. Представляли вам слово. Меня слышно, да? Да, да. Ну, хорошо. Я могу выступать? Да, мы вас слушаем. Уважаемые коллеги, у меня теоретический доклад, не практический, это культура диалога в межнациональном общении. Проблема диалога, она разрабатывалась очень давно, в истории философии она идет с античности, от Платона, в нашей отечественной гуманитарной, гуманитарном, скажем, образовании, она и в нашей гуманитарной науке, она разрабатывалась более всего у Бахтина. Ну, вот эта проблема, культура диалога в межнациональном общении, я бы ее разделила на два таких аспекта. Первый аспект – это общие требования к диалогу, которые существуют, к любому диалогу, который ведется. И второе – специфические требования, когда мы поговорим о диалоге в национальном общении. Ну, я постараюсь кратко, чтобы не перебрать время. Если говорить об общих требованиях, первое требование, которое необходимо соблюдать при организации диалога, это четко определиться с предметом диалога, по поводу чего мы будем декутировать, по поводу чего мы будем вести диалог. И в этом сегменте, конечно, не должно быть тех понятий, которые, ну, скажем, не относятся к чему-то, те понятия, которые относятся к чему-то несуществующему, а только к тому, что уже существует, и то, что актуально. Если брать что-то несуществующее, то это приводит к чисто статистическому обсуждению. Второе требование при ведении диалога, это, я говорю, об универсальных требованиях. Это, чтобы при переводе в дискуссии, нужно пользоваться единым языком. Это означает, что для успешности диалога необходима выработка единого категориального парадка и четкое выяснение держания понятий, которыми пользуются в дискуссии. Особенно это важно, когда тема обсуждается представителями различных национальностей. Третье требование для плодотворного ведения диалога необходимо, чтобы предмет, попавший в фокус мнений, обладал практической значимостью. Другими словами, чтобы существовала практическая потребность в решении обсуждаемых вопросов. И чем эти вопросы будут существеннее, значимее, тем дискуссии, конечно, будут острее. Когда мы говорим об обсуждении каких-то национальных вопросов, это всегда приобретает достаточно острый характер. Четвертое требование. Для результативных диалогов очень важно, чтобы все участвующие были готовы к подпринятию иного мнения. Иногда даже на первый взгляд прямо противоположно выдвинутыми. Поэтому аргументы, предлагаемые другой стороной, как контраргументы для данной точки зрения, должны очень тщательно анализироваться и либо приниматься, либо обоснованно отвергаться. Но ведение дискуссии подобным образом, умение отстаивать свою точку зрения, не игнорируя противоположное, возможно при наличии соответствующих знаний спорящих. Иными словами, компетентных участников диалога это одно из важных условий успеха. Вот эти общие требования, о которых я говорю к диалогу, следует дополнить специфическими требованиями, связанными с субъектами диалога. Речь идет о межнациональном общении. И здесь важно следующее. Участники диалога должны рассматривать друг друга не как чужого, а как другого. Понятие чужой несет на себе момент негатива. И изначально противопоставление его биологии. Другой же это субъект, имеющий свою точку зрения, с которой ты готов считаться. Другой это равноправный член диалога. И его мнение надо уважать и стремиться его понять. Второе требование. Межнациональное общение может проходить на разных уровнях. Междунациональными государствами и нациями, междунациональными диаспорами, живущими рядом или на одной территории, на личностном уровне, между субъектами и представителями разных национальностей. И в любом из этих случаев следует учетовать культурно-исторические особенности участников диалога. А для этого следует знать историю этих стран, особенности культуры. Если на уровне межгосударственного общения существует определенный протокол ведения таких переговоров, то на межгрупповом и межличностном уровне важно понимание существования национальности в историческом и культурном аспекте. Для этого в регионах проводятся праздники национальной культуры, существует музей повседневного быта, то и иной национальности, совместные мероприятия, где каждый выступает как представитель своей национальности. Знакомство с историей, культурой народа позволяет, конечно, лучше понять этот народ, правильнее вести диалог, не оскорбляя ни национальных, ни религиозных человек. Третье специфическое требование – это необходимо учитывать обычаи и традиции того народа, с которым вступаешь в диалог, учитывать их верование. Буддист – человек самоуглубленный и некорыстный, индуист – человек, стремящийся к должному, к радости. Восток больше склонен к традициям, Запад всегда стремился к инновациям, на Западе со временем Бревней Греции соревнований и конкуренции. Для восточного человека важна гармония и так далее. Но и здесь стоит увидеть и понять отличие одной западной страны от другой, одной восточной культуры от другой, чтобы эти перечисленные представления о буддистах или индуистах не выступали как некие стереотипы, которые абсолютно как бы программируют нас в общении. Иначе ориентир на стереотипы может сыграть очень зло и шутки. Слазокором может быть для межнационального общения использование в диалоге метастереотипов. Под метастереотипами понимается такой способ закрепления в общественном сознании и практике сущностей и характеристик культуры, который делает возможным относительно простую самоиндентификацию человека в культуре. Метастереотипы – это социальные привычки, характерные бюленики, принадлежащие к культуре одного типа или людям конкретной национальности. Метастереотипы устойчивые и закрепленные к культурам. Ну, например, такой стереотип. Метастереотипы «Путь цветут сто цветов» – это восточная или западная. Плюрализм мнений. Это связано с оттагом от однозначных оценок. Но если говорить об успехе межнационального диалога, он зависит от целого ряда факторов. Например, значительно больше доверия у людей к ближайшему окружению. Стериотип «Плохой нации» исчезает тогда, когда люди разных национальностей живут рядом, близко и хорошо общаются. Им договариваться легче, несмотря на существующую враждебность, может быть, в целом принято считать этих народов. Начало диалога с претензией к друг другу редко приводит к каким-то положительным результатам. Соблюдение ряда правил диалога, общих и специфических для межнационального общения, позволит избежать сложности в взаимодействии наций, народности и этнических групп. Конечно, это не панацея, но это, я бы сказала, шаг к тому, чтобы лучше понимать друг друга. Существуют разные формы общения между национальностями, но именно диалог, он дает углубленное понимание смыслов, которые человек транслирует. И вот это углубленное понимание дает возможность более, скажем, подотворно решать какие-то тяжелые национальные проблемы. Спасибо большое, Ольга Ленинзина. Спасибо, Ольга Ленинзина. Спасибо огромное. Очень содержательное и очень полезное у вас выступление. Тем более, что сегодня среди участников кругового стола у нас студенты и Государственного института управления, и РГГУ. Я думаю, что это будет очень важная для них информация. И для всех я объявляю, что те доклады, которые сегодня просто обозначены у нас, доклады участников конференции, они будут обязательно изданы в виде материалов конференции. И мы потом всем участникам делаем рассылочку по итогам, и у вас будет возможность в полном объеме прочитать эти доклады. Спасибо большое. Коллеги, мы продолжаем. У нас подошел наш следующий участник, ранжбар Мишкин Даниил. Позвоните, пожалуйста. Прошу прощения. Дорогие организаторы, те, кто сейчас в аудитории, что-то со связью? У вас микрофон плохо работает, потому что прерывается разговор, очень сложно слушать. Посмотрите, пожалуйста, там что-нибудь. Контакты, наверное, в микрофон отходит. Коллеги, мы продолжаем. У нас выступает следующий участник. Это аспирант Российского университета дружбы народов из Ирана с темой «Дипломатический танец. Как народная дипломатия?» Сейчас Даниил нам расскажет. Да, я сейчас расскажу. Можно презентацию? Спасибо. Да, я занимаюсь темой санкций, потому что она Иран. И я думаю, что будет интересно, что разговоры о том, что как народная дипломатия возможно поможет страна, которая на санкции. И как это на Евразии можно поможет Иран, который сейчас на большой Евразии, Иран уже сейчас считается активным актором. Можно, пожалуйста? Да, можно, пожалуйста. За то, что сказать, в чем за проблема, просто быстрее политика чуть-чуть. Как вы знаете, Иран уже больше 44 лет на санкции. И это санкции из США, Евросоюза и ООН. Это санкции экономически, политически. И вообще, как Иран выглядит на глазах мира, все изменилось. Но есть один из способов, один из важных способов. Это народная дипломатия, то, что помогает Ирану, хотя люди, то, что поменяет эту тему. Когда мы разговариваем насчет санкций, я хочу вам просто показать объем экспорта иранской нафты, например, как изменилось. Можно просто посмотреть, и это вот эффектируется на жизни людей побыстрее. Сейчас мы перейдем на то, что как санкции против Ирана влияют на Евросоюз. Есть экономические влияния, то, что сотрудничество очень трудно с Ираном, как обычно, финансово. Вообще, это очень трудно заниматься с Ираном. Вот сейчас, например, один тема, то, что стоимость торговли между Ираном и Россией. 70% уже было меньше, упало на 2019 году. А еще есть политические, потому что стороны боятся, что они тоже получают санкции, США и все остальные, за это и с Ираном не занимаются никакой работой. Есть проблемы, которые, вот я все сказал, большинство это финансовые операции. И потенциальные возможности, это то, что дается Евросоюзу возможность найти альтернативы. Альтернативы за трудство, за работу. Если мы идем на следующее, я просто хотел показать, вот это сейчас, это в прошлом году, сколько санкций на мир. Сейчас у нас есть страна, вот Россия сейчас первая, но Иран за 40 лет уже всегда был первым на это. Вот, и за это сейчас пойдем на следующее. Как народная дипломатия? Как вы знаете, народная дипломатия, вот сотрудничество, это работа между, ну, государством, негосударственной организацией и перенесет народы рядом друг друга. Мне кажется, из Ирана большая проблема из Евросоюза, это непонимание. Непонимание культуры, непонимание, как иранские вообще думают, как иранские. Это и то же самое, наоборот, в Иране, то же самое проблема из Евросоюзской страны, которые иранские тоже не подготовили для этой темы, о том, что как работают, и за то, что понять, как работают, надо культуру, понять, надо все это, и это трудно. И это тема, которой сейчас занимаются и иранские страны, и российские, и все остальные, которые на Евросоюзе. если мы разговариваем и значение, как это может помогать странам Евросоюза, которые работают и с Ираном, если мы разговариваем об этом, самое главное, это какой-то негативный view, который на Иране есть, который все видят, ирана негативно, это может поменяться, когда это сотрудничество случается. Какой-то диалог будет, какой-то разговор о том, как с Ираном можно работать. Но, конечно, еще проблем здесь очень много. Еще одна большая проблема это история конфликта между Ираном и сторонами Евросоюза, например, с Россией, с Китой. Ну, там было хорошее время, там было плохое время, это поменяется, конечно, но то, что поменяет вся эта история, нужно работать. А примеры, которые из Ирана, например, другие стороны, как занимались, какие работают на время санкций. Были, например, Швейцария, которые они помогали медикам, продуктам, например, на COVID-19 время, на пандемию очень помогали. Или, например, торговые отношения, которые Евросоюз из Ирана сделал на время санкций. Ну, и у них хорошо, и у Ирана хорошо, да. И программа, конечно, культуры и образования, конечно, один самый главный, это Американский и Иранский Совет, например, который вот на время санкций, они между собой работают. А если перейдем на кейсы, которые как Иран и Евросоюз, какие у них примеры есть, которые можно, ну, сейчас сказать. Самое главное, конечно, это гуманитарный объект между Россией и Ираном. Эта тема больше стала популярной на 2020-е, когда COVID-19 начиналась, Ирана и Россия прям с разной организацией, государственной, негосударственной организацией, начинали помогать друг другу. Ну, конечно, медицин, это время, это больше самое главное, что Россия перешла в Иране. Вторая тема, это соглашение, которое из Ирана, с Евросоюзом, экономический союз, который в 2019-е эта тема начиналась, до сих пор сейчас идет. Это помогает нахватить проблемы, которые я сначала сказал на счет финансов и на счет работы. Совместно, Ирана-Российская торговая палата, которая, эта тема тоже на разное время они начинали работать, потом не работали, вот сейчас они работают очень эффективно, и это помогает бизнесменам на энергетике, транспорте, туризме, и самое главное, на понимание друг друга, об этом, что иранские, как работают, и российские бизнесмены, как работают, это, мне кажется, самое важное. И другие примеры, конечно, это академия, это вот, что мы сейчас и сделаем примерно, и конференции, и все между академией, которые происходят. Правда, сказать, в Иране непопулярные российские академии, но тема о том, что сейчас, после, я могу сказать, последние два года, это очень популярный, и в Иране уже сейчас русский язык, больше людей интересуются выучить, чем английский. И это как-то показывает, что изменения случаются. как-то. Там есть у нас визу, конечно, ограничения, которые, один из них, это политически больше США, санкции. Есть, конечно, большая тема, которая, можно сказать, как решаем такие проблемы. Я думаю, это иранская тема, что мы обычно думаем так, когда у нас проблема, мы делаем сами альтернативы. И вот, и сделаем альтернативу, и предлагаем все альтернативы. Вот решение проблемы с Ираном, как можно работать, это, что использовать альтернативы или создать какую-то альтернативу. На заключение и рекомендация, как можно, ну, как народная дипломатия может помогать в отношении между Ираном и Евросоюзом. Конечно, рекомендуется разговаривать между собой больше бизнеса, больше конференций, больше... Сейчас я разговариваю с посольством Ирана, сейчас много программ уже в России, в Москве случаются между народом. Они сейчас, например, персидский язык больше предлагают выучить. Одновременно Русс, если вы заметили, тоже там много конференций, сейчас изучаются на теме именно Ирана и Россия. Мне кажется, это все, что я хотел сказать. Конечно, если вопросы будут, еще я буду... Спасибо большое, Данила, очень актуальная тема в наши дни, тем более... Я хотела только дополнить, вы... Ну, прекрасный материал двухсторонних отношений, перспективы развития России и Иран. Но Ассамблея народов Евразии, эта площадка, хоть мы и находимся в России, штаб-квартира у нас в России, мы все-таки позиционируем себя как международную площадку для международного диалога. Поэтому приглашаю вас в сотрудничество на площадке Ассамблеи народов Евразии не только с Россией, но и с другими странами. У нас более 53 стран являются представителями членами Ассамблеи. Так что будем рады и с иранскими партнерами какие-то отношения выстраивать и знакомиться, чтобы понимать лучше друг друга. Спасибо. Спасибо. У нас присутствует из-за департамента стран Востока, Ближнего Востока. Добрый день. Я Сержин. Я думаю, что вам будет интересно в дальнейшем посотрудничать. Также у нас есть молодежный крылок, молодежная Ассамблея народов Евразии, где также линия народной дикламатии активно раскрывается. Мы двигаемся дальше. Очень интересные темы, но время останется. Мы обязательно обсудим, подискутируем. Парфенова Дарья Сергеевна. Наш участник. Онлайн, ребят, посмотрите, есть ли онлайн. Есть, да? Отлично. Дарья Сергеевна, студентка Юго-Западного Государственного Университета. Это город Курск, Россия. И мы предоставляем вам слово. Вас 7 минут, Дарья. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы сегодня поговорить о международной молодежной дипломатии. Создание и продвижение положительного образа России за рубежом это одна из наиболее актуальных задач для современной России. В формировании имиджа выступают различные акторы международной дипломатии. Один из них это как раз-таки международная молодежная дипломатия. Она проявляется через деятельности молодежных, студенческих организаций, культурных, спортивных событий международного масштаба. В нашей стране основные ключевые организации, которые осуществляют деятельность в данной сфере это фонд поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, Россотрудничество. Также свою деятельность осуществляет портал официальной информации международным молодежным сотрудничеством. Один из инструментов формирования имиджа это непосредственно пребывание иностранной молодежи на территории нашей страны. На данный момент Российской Федерации заключены соглашения и меморандумы о сотрудничестве в сфере молодежной политики 77 странами. Основная их суть это сотрудничество между молодежными организациями, а также обмен на условиях взаимности, проведение в этой связи молодежью и для молодежи мероприятий в области культуры, образования, спорта и других подобных мероприятий. На основании соглашения также осуществляется обучение иностранных студентов на территории России. За пять лет число иностранных студентов значительно возросло с 2018 года на 141 тысячи человек. Основной поток абитуриентов идет из стран бывшего СССР. Это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Беларусь, Киргизия, раньше была Украина, но сейчас поток значительно снизился. Также молодые люди приезжают не только из стран СНГ, но также Китай, Индия, Египет, Эквадор. Изучая рейтинг, составленный Центром поддержки и развития общественных инициатив в креативной дипломатии, можно заметить, что регионы наши сотрудничают в основном с зарубежными странами, опять же, бывшего СССР, но также и Китай, и Германия. Это сотрудничество в виде проектов различных, молодежных, и в целом проектов по вопросам дипломатии мягкой силы. Несмотря на всю перспективность данного направления, в целом мягкая сила, на сегодняшний день существует ряд препятствий для достижения максимальной эффективности, и какой-то одной конкретной причины нет. Есть совокупность факторов, которые создают условия для невозможности реализации эффективной публичной дипломатии в нашей стране. Основной, наверное, проблемой можно назвать на данный момент, к сожалению, в целом далекое представление положительное о нашей стране за рубежом. Я опираюсь на данные опросов глобальной аналитической консалтинговой компании Галаб. Опросы проводились в 160 странах мира. Если до событий конфликта на Украине было все хорошо по данным этих опросов, то, к сожалению, в последние годы произошел спад. Но если все-таки попытаться выделить конкретные проблемы непосредственно в нашей стране, то это отсутствие единой концепции конкретно политики мягкой силы, необходимо создание национальной программы, заточенной на создание условий и инфраструктуру для использования молодых дипломатов реализации компаний международного продвижения России. Также необходимо четко определить конкретные задачи направления работы, также определить конкретные целевые зарубежные аудитории. В документе должны содержаться основные институты и профильные ведомства системы. на данный момент у нас отсутствует профильный департамент по личной дипломатии мягкой силы на федеральном уровне. не раз анонсировалось создание такого департамента на уровне Министерства иностранных дел, но так и не вступило в силу. Также должна быть определена роль игроков, включая некоммерческие организации, аналитические центры. В будущей концепции необходимо рассматривать возможности перспективы России на международной арене, которая открывается при реализации подхода мягкой силы. Подход мягкой силы это достаточно долгий процесс в отличие от жесткой, но при этом не менее эффективной на дальнейшей перспективе. Также в настоящий момент финансирование государством данной сферы неважно и необходимо корректировать систему финансирования публичной дипломатии. Также зацикленность на внутрироссийских мероприятиях. рассматривать в целом все проведенные мероприятия за последние несколько лет в основном это все проводится на территории России, на русском языке и опять же с ограниченным числом стран. Хотелось бы расширить географию и здесь стоит новая преграда это низкий уровень владения иностранными языками. В данный момент я опираюсь на исследования образовательной компании English First и они говорят, что за 2021 год Россия занимает лишь 51-ю строчку из 112 в мировом рейтинге и 32-ю из 35 и в европейском. Дарья, завершайте, у вас уже время вышло. Дарья, завершайте, пожалуйста, выступление. В целом я все свои проблемы, которые выносила, осветила. Хорошо, спасибо большое. Да, тоже актуальная тема действительно молодежной дипломатии, участие молодежи в данных процессах и как правильно Дарья Сергеевна сказала, наверное, сегодня молодежи не так в этом отношении уделяется много внимания, я имею в виду со стороны федеральных каких-то структур, наверное, действительно должна быть какая-то отдельная концепция по молодежной дипломатии. Уважаемые коллеги, да, 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 прошу. Сказала такую фразу, что вот мягкая сила, новые концепции, как вы уже, наверное, все заметили, внешней политики Российской Федерации, утвердленной президентом страны 31 марта этого года, номер 232, этот тезис, мягкая сила, уже опускается, он не употребляется, мы его заменили на культурно-гуманитарный фактор. И в системе МИДа в сентябре 2022 года создан департамент по вопросам культуры, спорта и молодежной политики. Это просто, Дарья Сергеевна, просто добавление такое небольшое. Спасибо большое, да, очень важно, да. Уважаемые коллеги, ну вот с нашей стороны Института демографических исследований у нас были еще некоторые участники, которые мы предложили выступить в дискуссии, когда у нас останется время, поэтому я сейчас, все доклады будут опубликованы, все, кто пришлет свои материалы, мы, естественно, это опубликуем в наших журналах, вот, поэтому я передаю слово Поляковой Ирине Ивановне, дальше ваша часть, да. круглого стола. Да, вот первая часть круглого стола, она такая вот обзорная, да, наши коллеги, представители науки попытались нам дать проблематику, что сегодня в рамках евразийской интеграции вызывает проблемы и даже были предложены пути их решения, а вот вторая часть, можно сказать, практическая, потому что Ассамблея народов Евразии является практической площадкой по, не скажу, что решению проблем, по поиску. Мы ищем формы, в том числе формы народной дипломатии, с помощью которых можно, ну, если говорить в общем, сделать нашу жизнь лучше. Поэтому сейчас у нас в блок выступают сотрудники аппарата Ассамблеи, наши друзья, партнеры, и первому я предоставляю слово господину Аллахаму Ясеру, руководителю Департамента устойчивого развития, члену комитета Большая Евразия-Африка Ассамблеи народов Евразии, но кроме этого он еще человек с богатейшим опытом работы в русле народной дипломатии. И сразу же вам вопрос, доктор Ясер, предваряя ваше выступление. Вы пришли в Ассамблею с огромным багажом. Что дала Ассамблея вам для продвижения ваших же проектов и есть ли польза от Ассамблеи? Пожалуйста. Ну, для меня, во-первых, большую честь работать в Ассамблее, потому что действительно на сегодняшний день Галина Ивановна, представитель Крыма, здесь находится с нами, потому что никак, нигде, как на территории Крыма нужна именно эта сила. Я бы не сказал, что народные дипломаты это мягкая сила, это большая сила, это огромная сила. Сначала я хочу поблагодарить руководство Ассамблеи за то, что обсуждаем в Ассамблее эту тему и поблагодарить всех молодых дипломатов, которые сегодня участвуют в этом зале. когда мы говорим о народной дипломатии, у многих ассоциаций это культура и экономика. На сегодняшний день действительно у нас в Ассамблее очень большой опыт и мы сейчас проводим большой проект это распространение идеологии мира, который несет Ассамблея народов Евразии и мы установили в порядок открыть представительство Ассамблеи народов Евразии и планируем в течение буквально трех лет открывать представительство более 20 стран мира. Мы начали с Востока, мы начали с арабских стран, у нас в том числе Иран тоже. Планируем на следующий год Иран и Малайзия тоже. На сегодняшний день эта площадка готова. Но я хочу поделиться с вами несколько моментов и мы идем к практике да, благодаря нашим дипломатам и какие дипломаты дипломаты, с которыми мы учились в советских вузах это наши выпускники мы достигли большие результаты вот я вижу сейчас у нас на экране работа в Сирии. Это был 2010 год, когда мы совместно с руководством управления дорог в Сирии это наш выпускник выполнили проект ну если мы говорим о экономике Бельгородский государственный технологический университет получил 800 тысяч долларов в те времена это были хорошие совместные программы строительства дорога уникальный проект Бель дорога между Дамаском и Богдад к сожалению война разрушила половину этой дороги если мы дальше давайте мы идем дальше здесь тоже продолжение сирийская тема давайте дальше не будем взять много времени дальше пожалуйста республика Ирак с Ираком мы очень большая работа провели и в первой можно сказать большая работа мы пригласили 50 профессоров из всех вузов Ирака жили один месяц на территории Бельгородской области увидели народ и общались с народом на сегодняшний день эти профессора практически я слышу от наших ребят которые работают в бузе Ирака не бывает лекций что не рассказывают о их облах который был Бельгородской области я почему говорю о Бельгородской области я являюсь профессором этого университета большая работа мы провели в Бельгородской области и конкретно в Бельгородской государственной технологической университете на сегодняшний день идет тоже большая работа между Ассамблеей и Бельгородской государственной технологической университет следующее пожалуйста Султанат Оман почему я хочу обратить ваше внимание на Султанат Оман благодаря то же наша большая сила не мягкая сила мы смогли договориться с Министерством образования Султанат Оман это по-моему был проект в 12 году в Берви правительства Султанат Оман благодаря визиту министру образования Султанат Оман на территорию Бельгородской области и увидел действительно что мы стремимся к сотрудничеству с арабским миром с Востоком Султанат Оман это государство находится в странах Арабского залива которые далеко были от нас и наши взгляды но могли убедить их что именно у нас в университете мы можем готовить хорошие специалисты и в Берви направили студентов за счет алманское государство обучались в Бельгородской университет и на сегодняшний день эти ребята занимаются большими постами не только на территории Султанат Оман но на территории практически всех стран Арабского залива Марокко почему тоже хотел обратить ваше внимание на Марокко в 2015 год начали практически работать с Марокко и обратились внимание что один из наших выпускников у него частный институт где обучает технаря и мы предложили ему менять название института институт пункти на другое название я бы сказал на начало на тот поэт который я его читаю это Берви Доблумат это Бошкин и благодаря нашей работе с марокканскими коллегами сегодня сегодня у нас институт Бошкин на территории Марокко в городе Агадир город Агадир в чем его интерес еще что когда мы приехали в Агадир увидели что в Агадире есть около 200 семей жены наших выпускников из Узбекистана из Украины из России Беларуси объединяет их русский язык и конечно Бошкин на сегодняшний день территория в городе Агадир и памятник Александра Сергеевич Бошкин это объединение этих народ объединение и марокканцев и всех жены из бывших стран Советского Союза на сегодняшний день город Агадир практически центр культуры России можно сказать приезжает из всех города Марокко для того чтобы вкладывать цветы на памятник Александра Сергеевич Бошкин и по сегодняшний день мы работаем с ними каждый год участвуем в фестивале Агадир кинофестивале Агадир и практически из нескольких городов в России были с коллективом именно на этом фестивале дальше пожалуйста Я прошу прощения доктор Есер у вас такой огромный опыт и такая огромная география но к сожалению регламент хорошо значит здесь мы видим большая работа с культорами арабских стран ежегодно приезжает нам в Россию и в этом году планируем в августе принимать их около 40 художников приедут в ассамблее в августе следующий пожалуйста давайте следующее форм африканских послов благодаря этому форму экономика мы заработали 8 миллионов долларов двух организаций в Бельгородской области следующее в Берви форум народной дипломатии не могу не говорить про него в 2017 году в Берви при поддержке Минобра и Министерство иностранных дел обрали форум народной дипломатии где были участники у нас из 25 стран мира следующее это форум ректоров России и Марокко следующее здесь тоже по-моему продолжение у нас второй форум народной дипломатии на котором были участники из 37 стран мира следующее пожалуйста вот здесь уже мягкая сила могу сказать мы вникли на территорию стран Арабского залива как вы видите встречи ректоров с последниками принца не буду долго давайте здесь очень много разговоров мне очень важно что когда мы начали работать с Ассамблей народов Евроазии встречи были в Минске и подписание соглашений между Ассамблей народов Евроазии и Союз Арабских университетов организация в котором есть 450 вузов из 22 стран Арабского мира и это наша сила и благодаря тоже этой организации наши выпускники мы планируем в течение трех лет открывать представительство 22 стран Арабского мира следующий следующий давайте будем тоже работать с Сирией следующий я хочу обратить ваше внимание на то что у нас получается открытое представительство Ассамблеи вы видите на экран начали ми с Ярдани открытое представительство в Аммане затем следующее пожалуйста представительство в Египте вот это открытое представительство в Ярдане следующее пожалуйста здесь у нас Египетская республика тоже открытое представительство в Египте дальше тоже подписано соглашение ассамблеи Каирской университеты, Саддат Академии, визит нашей делегации для подготовки в Бахрейн, где члены Ассамблеи народов Ибразии встретили непосредственно с председателем парламента и планируем в конце октября открывать наше представительство в Бахрейне. Спасибо. Спасибо, доктор Есер. Да, такая вот география и такие планы и новые возможности именно благодаря тому опыту, который у доктора Есера был. И он, ассамблеи помогают его расширять. Я так поняла, да? Основной послой наше выступление. Спасибо. Я предоставляю слово следующему нашему участнику. Это член Ассамблеи народов Ибразии, сопредседатель Литературного совета Ассамблеи. Ну, кроме этого, он великолепный поэт, прозаик, художник, член многих творческих союзов. Владимир Михайлович Белба. Вам тоже такой вот вопрос. То, что вы занимаетесь, можно назвать культурной дипломацией. Безусловно. Как она работает? И народной, то есть это здесь стопроцентное совпадение. Ну, еще раз добрый день, постараюсь коротко. Значит, я, помимо того, что уже сказала госпожа Политкова, я являюсь секретарем Ассоциации писателей Республики Абхазия. И, соответственно, в Литературном совете Ассамблеи я представляю свою викторию. Значит, коротенький такой экскурс прошлого. Ну, к советскому прошлому можно относиться, значит, по-разному. Но дело в том, что я буду говорить только о проблемах, так сказать, литературы, да, поскольку мы ограничены по времени, значит, была обычная такая система, значит, развития, поддержки и продвижения национальных литератур. Это, безусловно, было так. И школа перевода мощная, и квоты на публикации в серьезных издательствах центральных, огромными тиражами. Все это развозилось по всем, так сказать, весям городам и весям Советского Союза. И читатели были в курсе, они знали, значит, абхазскую литературу, так же, как знали, скажем, киргизскую, латышскую и так далее, латышскую и так далее. Но потом все это рухнуло. И понятно, что это не могло возродиться в той же форме, поскольку уже нет базовой, так сказать, базовой стартовой площадки. Значит, все, что происходит потом, это происходит именно, именно и в основном именно по линии народной дипломатии. Значит, ну, я хочу сказать, знаете, значит, Абхазия независимое государство. Мы, по сути дела, получили эту независимость друг Российской Федерации, за что всегда благодарны. И мы, как бы, дорожим этой независимостью. Но при этом каждый житель Абхазии знает, что мы издавна входим, вот, как бы, так сказать, в это пространство, так называемое пространство большого русского мира, в дарственном, культурном, в историческом, языковом смысле тоже. И, конечно, значит, поддержка, ну, спустя, так сказать, годы, после того, как все эти события, трагические развалы произошли, значит, стали восстанавливаться связи по каким-то формальным каналам, ну, по линии, скажем, Министерства культуры России и Абхазии. Потом, так сказать, это выходило на другой уровень, на уровень, значит, турческих союзов. Но это все достаточно скромно, достаточно робко и так далее, и так далее. Но вот последние годы взрыв, всплеск. И я хочу сказать, что я очень признателен, я называю этих людей подвижниками, кто понимает, что эта культура Абхазии – это часть большого русского мира, и оно ее нужно поддерживать. И даже люди, работающие в каких-то структурах и представляющие структуры, большие, они все равно – это конкретные люди, это подвижники. И вот то, что касается, так сказать, ассамблей, да, значит, ну, с момента образования литературного совета я участвую в этом совете и член ассамблей, так сказать, и я должен сказать, что я не перестаю восхищаться, удивляться, я не знаю, какое слово тут более правильное, вот той энергии, той широты замыслов. Это вообще характерно для работы ассамблей за пределами Евразии. Вот я был свидетелем многих событий, да, которые вышли на мировой уровень давно. И в этом смысле, конечно, так сказать, я всегда вижу поддержку. Мы по линии литературного совета работаем с республикой. Есть проекты, которые уже осуществлены, пусть небольшие, пусть скромные, но реальные проекты. Есть проекты разработки, есть проекты работающие, и это все, так сказать, с одобрения и с помощью руководства ассамблей. И мне, так сказать, это не комплимент, но мне очень импонирует то, что вот такая мощная структура общественная, да, но любая структура должна быть вертикаль. И на этой вертикали есть люди наверху, которые руководят, и есть, так сказать, люди, которые что-то делают. Но здесь, вот, так сказать, эта вертикаль, она, возможно, существует, но тут под верху и донизу все, извините за это грубое слово, пашут, не просто работают. И это, конечно, очень здорово. И я знаю, вот, наверное, как-то, наверное, она не даст мне соврать, что не только по линии нашего литературного совета, а на уровне уже отношений, значит, самой ассамблеи и республики ведутся серьезные переговоры, прорабатываются серьезные проекты и готовятся серьезные документы. Вот это, конечно, очень здорово. Но вот время ограничено. Я еще раз хочу сказать, что вот помимо ассамблеи есть люди, есть структуры, на которых я, так сказать, пользуюсь. И вот, а что еще может быть более ярким и более плодотворным примером как раз народной дипломатии? Это и есть народная дипломатия в действии. Так что спасибо огромное. И я очень рад, и этот процесс развивается. Я думаю, к радости, к удовольствию, всем-всех нас в России и в Афгазии. Спасибо, Владимир Михайлович. Спасибо, Владимир Михайлович. Да, и наша большая удача, что на площадку ассамблеи приходят люди-энтузиасты, такие как Владимир Михайлович. Следующий наш спикер – это Амар Дамдин Сурен, Амар Баяс Галан из Монголии. Это человек, у которого очень разносторонние интересы. Он и благотворитель, он и бизнесмен, он и воспитатель. И в полной мере его можно назвать народным дипломатом, потому что отношения между, не только между Россией и Монголией, но и между другими странами Евразии. Амар принимает самое активное участие в установлении по линии своих возможностей. Амар, пожалуйста, вам слово. Добрый день, Ирина Владимировна. Спасибо за приглашение. Добрый день, уважаемые участники. Поговоротство. Как член Ассамблея народа Евразии, и данный проект хочу рассказать об одной из важных форм работы Ассамблеи по укреплению международных контактов. Это дни Ассамблея в разных странах. Я сам был участником таких дней в Сербии, Болгарии, а также был соорганизатором Дни Ассамблеи в Монголии в 2015 году. В Ламбатре мы организовали совместные площадки для творческих и делевых встреч, для общения и обмена опытом, членов делегации Ассамблеи, которые уходили участники из разных стран. Были тематические круглые столи, крест-компенсии, подписанные соглашения о сотрудничестве с монгольскими партнерами. Это успешная форма народной дипломатии, потому что члены делегации встречались с представителями государственных структур, коммерческих и некоммерческих организаций, и с отдельными людьми. Эти встречи насилили неформальный характер и помогали выстроить доверительные отношения, лучше понимать друг друга. Именно доверие спричит нас, подталкивает к защите общих духовных ценностей, взаимному уважению, открытому диалогу, оставиванию обоих полезных интересов как в культуре, бизнесе, так и во всех спиртах жизни. В Монголии старшее поколение хорошо помнит временное СССР. Советский Союз высоко оценил помощь, вклад монгольского народа в победу над пашизмом. И также поддерживал Монголию и всем, чем только смог. Это были отношения братских народов. К сожалению, сегодня много проблем. Молодежь не знает ни русской культуры, ни культуры соседних народов, ни даже свой собственный. Оно подвержено влияниями СМИ, где часто открыто сеют про что. Один маленький фильм рассказал. Недавно, две недели назад, это первая программа, российский канал показывает, там это Ургент. Такая программа есть. Потом это детская, бессмешная программа. Один девушка спрашивает, какой народным языком петь нельзя. Девушка думает, враг монгольский. Монгольскими языками петь нельзя. Это первый программ. Для этого мы работаем вот так. Сейчас не очень, ну, не специально так, шутка или что там. Это отсюда начинается все это. Ну, примерно. Поэтому все народные дипломаты должны быть направлены на молодежь. Я являюсь директором некоммерческого партнерства монгольского землячества. Вечное небо называется. Наша организация единственная официально зарегистрирована в Российской Федерации из монгольских общественных организаций. Мы оказываем задействие партнерству между народом и двух стран. Представляем социальные, экономические, творческие, национально-культурные, спортивные и прочие интересы граждан Монголии, находящихся на территории России. Особое внимание мы уделяем нашим монгольским студентам, которые учатся в различных возрах практически во всех регионах России. Мы поддерживаем и продвигаем преподавание русского языка в школах Монголии, поощряем наших студентов, которые обучаются в России, оказываем содействие в их участии в различных российских программах и спортивных мероприятиях. Своей стороны планируем организовать в Москве монгольский этнокультурный центр или более глубокого знакомства с монгольской культурой. В 2021 году мы отмечали 100 лет дипломатических отношений между Россией и Монголией, но русские и Монголии взаимодействуют не 100, а без малого 800 лет. Увеликого русского князя Александра Невского, названного сына хана Баты, есть крылатое выражение «Нужно крепить оборону на Западе, а друзей сказать на Востоке». Эти слова сейчас, как и 800 лет назад, имеют огромную актуальность. И считаю, их можно отнести к многим народам Евразии. Чем больше мы будем сегодня сотрудничать, строить совместные планы и реализовать конкретные проекты, в том числе в рамках ассамблей. Тем больше шансов, что мы, народы Евразии, переживем трудные времена, стоим, поднимемся вместе. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Амар? Ну, мало чего вот это примеры сказать, всякие вот сейчас творится. В 18-м году у меня это Болгария была, да? Меня ассамблей проводили. Там вот шокировали, семья, да? Там один памятник, это... Алеша. Алеша. Повдили. Да. Их тоже оскорбят, там это гибрали их, там один только вандалы. Защищают эту семью. Это очень удивило нас. Да? Да, мы встречались. Плакали даже. Которые встречали этот памятник от вандалов. И действительно надо усиливать народные партии вот так. Отсюда начинается. Да, в каждой стране есть такие... Спасибо, Ирина Ивановна, очень хорошие молодежи здесь собраны, студенты. РГУ, наверное, да? И РГУ, и Университет управления. Пусть познакомиться, да? Она учится Апельханова. Замечательно. Замечательно. Для этого мы и продолжаем нашу работу. А сейчас я хочу предоставить слово руководителю департамента Ассамблеи народов Евразии департамент счастья. Вот в некоторых странах есть Министерство счастья, а у нас появился департамент счастья. Марина Леонидовна Волкова. Она также пришла в Ассамблею с огромным опытом работы, со своими проектами и о том, как департамент счастья работает внутри Ассамблеи. Попрошу ее сейчас рассказать. Спасибо, Ирина Леонидовна. Коллеги, знаете, для многих счастья, когда задаешь вопрос, это какой-то мираж пустыны. И люди только, когда обращаешься к ним, начинают задумываться, что счастье это по большому счету то, что есть в каждом из нас, то, что нас окружает. Недаром говорят, наше окружение наше отражение. И я всегда на всех встречах говорю, если вы хотите, чтобы вас окружали счастливые, вроде, начните с самого себя. Прежде всего, да, будьте счастливы. И я часто в этом году вспоминаю слова Макаренко, потому что все-таки вот педагога и наставника, нельзя научить быть счастливым, но можно воспитать. И вот сегодня для меня вообще, я опоздала, да, но когда вошла и увидела молодых людей, для меня, наверное, это была самая такая большая награда сегодняшнего кругового стола, то, что здесь молодой Макаренко. Потому что именно с детей, с молодых, вернее, детей от молодых зависит будущее нашей страны, будущее наших стран. И воспитывать нужно в любви, в любви к ближнему, в любви к семье, к ценностям, да, и как раз это и является народной дипломатикой. И то, что вот Ирина Ивановна сказала, я человек-практик, с 2014 года мы занимаемся благотворительной деятельностью. И все наши проекты были направлены, они сейчас направлены именно на социокультурную реабилитацию, на гуманитарную составляющую, как правильно сказали коллеги, да, в чем вот главная сила, это культурная гуманитарная направленность. И когда я пришла на площадку Ассамблеи, за что благодарна, Годни говорил, по-моему, доктор Ясер об этом, что здесь есть вовлеченность и доверие. И вот как раз мне кажется, Ассамблея народов Евразии дает этот инструмент быть вовлеченным и вовлекать других, и доверять. И что еще, наверное, важно сказать, вот как это всегда выступает и почему-то сложно. У вас у всех на столе есть брошюры, брошюры Ассамблеи. И я предлагаю просто там в перерыве посмотреть, ознакомиться с разными проектами не только Департамента счастья и включиться в проекты, делиться тем, что есть у вас. Потому что каждый из нас, ну, вспомните, по-моему, история есть про фрунтики, да, и каждый путь сломать легко. Но если их собрать все вместе, да, сделать как у веник, то у веник никто не сможет сломать. И вот если мы сейчас с вами, да, потому что я уверена, что у каждого из вас есть что-то интересное, какие-то наработки. И вот как раз и это и есть народная дипломатия. Обмениваться, делиться и уже дальше вместе развивать проекты. И еще я всегда предлагаю, у нас есть в Ассамблее журнал, журнал-агрегатор счастья, на страницах которого мы рассказываем про вас, про ваши истории. Это журнал, нас назвали первым антистрессовым журналом, потому что это позитивный контент. Здесь позитивные истории, истории успеха, причем я уже говорила, что счастливыми мы могут быть всегда и везде. Я не так давно встречалась с жителями Донецка, и, знаете, они говорят, мы счастливы, мы счастливы, потому что мы живы, нас окружает любовь, нас окружают семьи. И вот на странице журнала я просто предлагаю вам рассказать про ваши проекты, для чего, чтобы об этом узнали в разных странах, и в Египте, и в Африке, потому что как раз Ассамблея народов Евразии это такая площадка, которая позволяет познакомиться. Я всегда с удовольствием отвечаю на вопросы, мне так проще и легче, поэтому если вот есть вопросы, любые вопросы про проекты, про увлеченность, удовольствием отвечать. Перед два выступающих, хорошо? Как говорится. Спасибо, Марина Леонидовна. Можно, Марина, Грагмедовна. Можно, Юрий Андреевич. Я хочу представить, я о вас уже говорила, что это Юрий Андреевич Агишин, один из идеологов движения духовной культуры, он сейчас титулов очень много, вице-президент Международной ассоциации «Мир через культуру», член Президиума Всемирного форума духовной культуры и член Совета Старейшей Ассамблеи Народов Евразии. Я с огромным вниманием и удовлетворением заслушал выступление о счастье, но что меня немножко удивило, ни разу не прозвучало слово радость. Радость это предвестник счастья, счастье не бывает без радости. Воспитывать радость надо, радость это особая мудрость, сомкнуть радость со счастьем, тогда вот полноценная жизнь, полноценная самореализация. Поэтому мое пожелание не забывайте про радость, формируйте ее, воспитывайте в людях и люди будут счастливы. Спасибо, Илья Андреевич. Я согласна с вашим пожеланием, счастье вообще многомерное понятие, там его можно разделить и на 12, и на 18, составляющие радость согласна, одна из ключевых. Заметки уберем. А я предлагаю, Илья Андреевич, вам продолжить выступление, потому что у нас следующего спикера пока еще нет, у него мероприятие, поэтому я думаю, что если он подойдет, мы дадим ему слово. А Юрия Андреевич, я предлагаю бонус 10 минут на выступление, потому что Юрий Андреевич очень глубокий мыслитель, и чтобы понять, нужно послушать. Юрий Андреевич, пожалуйста. В жизни каждого из нас есть особые моменты, принципиальные, переломные, когда удается встретиться со светом. Свет, коснувшись вашего сознания, проливается в сердце, озаряет жизненный пух, человек, озаренный светом, уже идет по жизни другой. Именно такое впечатление на меня произвел указ президента об утверждении основ государственной политики по сохранению и защите традиционных российских духовных ценностей. Поистине, на Россию пролился свет. Впервые на высшем государственном уровне осознанно величие и значимость высших духовных ценностей, которые формируют мировоззрение и мораль людей, которые, так сказать, делают из нас некую общность, способную к каким-то важным историческим свершениям. Должен сказать, что это чрезвычайно важный указ, чрезвычайно важный акт, который четко определил развитие России на заповеданный ей духовный путь. Но надо ясно понимать, что это только первый шаг. Первый шаг. Будут дальнейшие шаги. А свет в свет в нашем понимании это не только те ценности, которые перечислены в указе, но и нечто, так сказать, еще большее и значимое. Свет это прежде всего свод моральных, этических, социальных норм, правил, основополагающих понятий институтов, базовых устоев жизни. Действительно такие понятия ценности, как Бог, жизнь, мир, человек, добро, любовь, красота, радость, праведливость, совесть, патриотизм, свобода, порядочность, гражданственное служение, отчетствие, еще целый ряд, так сказать, значимых понятий. Они являются духовными скрепами, соединяющими народа. Это и есть истинный свет. Вершина духовной культуры, культура в целом, систему ее абсолютных ценностей. Более того, вот совокупность этих ценностей величайших есть главная истина жизни, всеобщая, изначальная, божественная, первооснова развития. Она определяет все. И своеобразие особенностей переживаемого момента заключается в том, что нам предстоит в полной мере понять и осознать величие и значимость этой истинной жизни и следовать ей во всем. Дело в том, что это величайший инструмент, способный преобразовывать все, все основы жизни, преобразовывать все. И даже, вот что сказать, культурные политики, это тоже, так сказать, важный значимый инструмент. Сейчас речь идет о культуре, российской культуре. Дело в том, что состояние российской культуры, я бы ответил, как несколько бесхозное. Идет стихийное, так сказать, развитие чего-то, так сказать, творческого, но в принципе, в принципе, все-таки это похоже на заросшую, так сказать, сорняками, как говорится, заросшую сорняками землю. И дело в том, что когда вот сейчас трудный, переломный момент, довольно существенная часть деятелей культуры оказалась выдавлена за рубеж, это показатель не вполне хорошего здоровья нашей культуры. Понимаете, ложного патриотизма, а надо, так сказать, стремиться к истинному патриотизму. И должен сказать, что вот инструмент духовной культуры в совокупности всех своих высших смыслов, целей и ценностей способны преобразовать культуру страны. И как это сделать? Дело в том, что однажды фрагмент. Я был на экологической конференции. Собрались со всей России. Шесть дней в Рыбинске, так сказать, сидели и обсуждали, что делать. Все говорили, что плохо, то плохо, там река заросла, там, тысячи проблем. Собрали эти тысячи проблем в толстый дом. И что? И ничего. Как было, так и осталось. Поговорили, подняли. А задача в том, чтобы из культуры такое не получилось. Можно много чего наговорить, можно обо всем рассуждать, а реальных подвижек не будет. Интересный опыт, отечественный опыт, как справиться с тяжелейшей проблемой у нас есть. Возьмите нашу экономику. В 90-е годы полная разруха. Промышленность рухнула, приватизация проведена преступно, неправильно, народ обокрали, народ бедствовал, бедствовал поистине. Наши враги уже считали, что все, страна рухнется, рухнет, уже начали делить ее на отдельные части. Как быть? Какой выход появился? Группа отечественных цивилистов, ученых создала программу, которая предусматривала, да, государство вышло из руководства экономикой, все было пущено самотек. Разработали программу, основа программы, качественно новый гражданский кодекс. В сжатые сроки сделали этот гражданский кодекс, поставили под контроль все экономическое развитие, восстановили органы, которые должны этим заниматься. Это был первый шаг. Второй шаг. Создали совет при президенте по совершенствованию и развитию гражданского законодательства. Совет при президенте, в котором рассматривались и утверждались все дополнения к законодательству, которые могут помочь делу. А что не помогает делу, отметалась на уровне вот этого центра. Но главное творение был создан исследовательский центр частного права. Была создана государственная структура, поставлена на государственное финансирование 200 человек лучших специалистов России, которые начали реально по специальной программе заниматься реконструированием всего законодательства и выработкой мероприятий по становлению и развитию экономики. Три-четыре года труднейшая и напряженнейшая работа выстраивания этой новой концепции экономики. создали, развитие пошло и сейчас благодаря этому развитие идет более-менее нормально. Благосостояние народа улучшилось. Такая же работа предстоит нам проделать с культурой. Культура в бескозном состоянии. Данимается очень много развлекательством, какими-то ненужными, пустыми, несерьезными вещами. Серьезные вещи, такие как литература, драматургия. Нет серьезных спектаклей, нет новых интересных книг, нет истинных творцов культуры, которые отражали своеобразие и специфику переживаемого сейчас момента. Все обращены в прошлое. Что делать? Нужно действовать по той же схеме. Надо срочно создавать исследовательский центр духовной культуры, посадить его на государственное финансирование и заставить его начать преобразовывать всю культурную сферу в соответствии с потребностями народа и спецификой переживаемого этапа развития. Если в экономике был гражданский кодекс, основа всего экономической конституции страны, она определяла все, то здесь должен быть закон о культуре, такой же базовый документ, в котором все должно быть учтено и вся культура должна быть основана на истинно традиционных национальных ценностей. Надо сказать, что проект культуры разработан, он есть. Это пустой, бездарный, совершенно нечемный документ. Мы сделали экспертное заключение на этот проект закона, отдали его в рабочую группу, никакой реакции нет. Но в принципе, в принципе, без этого нельзя. Вот так получилось, что президент принял указ, где утвердил основу государственной политики по защите духовных ценностей, более важных. Это должно быть в законе. Это важная составная часть закона о культуре. Президент не дождался этого закона и вышел с указом содержанием, которое должно быть в законе. Но указ неполный, он недостаточен. Дело в том, что там, допустим, потеряли любовь, понимаете, потеряли красоту. А любовь это внутренняя потребность жизни. Люди должны войти в поток любви, находиться в нем и преобразовывать свою жизнь в соответствии с любовью. Нам заповедано жить в любви, заповедано самой человеческой природой. Об этом не так давно говорил патриарх московский всея Руси, очень четко и ясно сказал. И надо, конечно, или красота. Что такое красота? Надо избавиться от примитивного понятия красоты, что это красивость какая-то и все. Это принцип организации жизни, космоса, всего, экономика. Николай Рыльев сказал, что красота это есть одеяние истины. Любое движение, любое развитие идет по линии восхождения. И когда она достигает верха, она становится красивой, прекрасной. Поэтому красота это действительно одеяние истины. заканчивается. Ну, понимаете, в чем дело. Тема чрезвычайно сложная, чрезвычайно интересная, чрезвычайно актуальная. Но хочу в конце что сказать? Найден, формулирован инструмент, которым может преобразовываться вся наша действительная. Это закономерность эволюционного развития. Если человечество, Россия хочет сохраниться, продолжить эволюционное восхождение, ему необходимо знать, понять и принять, что только в опоре на высшие ценности и смыслы духовной культуры у него открывается истинный путь в будущее. Другого пути нет. Кто хочет идти другим путем, того ждет Сарас, тупик, бесконечные противоречия и проблемы, неразрешимые задачи, которые невозможно разрешить, разочарования и потери. Человечество в этом смысле сойдет с эволюционного пути, будет заходить в тупики истории. Но, к сожалению, не всем сегодня в полной мере дано понять эту историю, не всем. но к истине надо привыкать, осознавать, что иного пути нет. Ибо неотвратимая логика развития такова, что заблудший предстоит возвращаться этими путями. И надо сознательно и смело идти навстречу этим необходимым диктуемым жизнепеременам. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы продолжим еще специально так построили наш стол, что временно дискуссия у нас останется. Я думаю, что в дискуссии мы продолжим обсуждать эти вопросы. А сейчас подошел Валерий Давыдович Рузин и я хочу предоставить ему слово. Валерий Давыдович заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской Академии телевидения и радио и то направление, которое он курирует, касается сохранения исторической памяти. Пожалуйста, Валерий Давыдович. Спасибо. Но после такого мощного, замечательного поступления Юрия Андреевича, тут на мой взгляд выход из возможных выходов из тупика, который заводит нас история, это как раз народная дипломатия. И я бы хотел сказать не о том, что там не о задачах, которые решать должен президент и еще кто-то. А вот то, что мы можем и должны делать. Вот мы Ассамблея народов Евразии, объединение неправительственных организаций юридических и физических лиц, мы должны понять, что сегодня ситуация такова, что вот те вопросы, о которых Юрий Андреевич так замечательно сейчас рассказал, их нельзя доверять только и оставлять на откук только государство, только чиновник, что эти все вопросы и проблемы касаются каждого из нас и объединяясь на почве на позициях народной дипломатии, мы могли, можем и должны находить пути, находить возможности для решения этих вопросов в той иной степени. Ну, например, я просто хочу отчасти подтвердить то, что говорил Юрий Андреевич, если говорить о медиасфере, то, конечно, ведь дело не в том, что там кто-то на телевидении не хочет там чего-то производить, вот там то, что нам желательно видеть, ну, например, я смотрю новости по телеканалу «Культура» и вижу там постоянно информацию любопытную о премьерах, выставках, ну, там в Лондонском музее, в в Мюншинском театре, в Берлинском театре и так далее. Это вот меня в последнее время довольно много ездило по нашей стране и сколько у нас замечательных выставок в Новосибирском музее, в Челябинском и в театрах этих городов, ну, в Екатеринбурге и так далее. Я уже не говорю о том сегодняшних наших самых близких естественных союзников там таких такая страна с колоссальной культурой, как Китай, которая как бы не включена в эту информационную культурную повестку, которую государственный телеканал предлагает нашему, нам всем. Это безусловно позиция здесь не связана она с тем, с чем вообще в принципе связана, может отчасти только связаны проблемы нашего телевидения и медиа индустрии. просто они развиваются и работают в бизнес-модели. А бизнес-модель она вот такая, какая она есть. Скандал вот это 4S знаменитых, которые составляют основу информационной повестки или телевизионной программы и так далее, телевизионного эфира. секс, сенсация, скандал, смену. Это вот то, на чем строится как бы в основном то, что нам предлагают в бесконечных сериалах и так далее, и так далее. То есть, когда смогли заменить лидеров общественного мнения, мы их называли и называем ломом, да, ломом, заменили их на лидеров общественной суеты, лоса, как я их назвал. Значит, и вот это лидеры общественной суеты, так называемые звезды, да, которых там бесконечное телевидение производит и воспроизводит в основном через их личные частные какие-то новости, вот это составляет колоссальный объем эфирного времени, который вот выливается на зрителей. И пока это построено вот на такой бизнес-модели, которая на самом деле, конечно, не совсем как бы оправдывает, не совсем оправдывает, потому что с одной стороны они утверждают это вот утверждение нынешних телевизионных начальников их значит адептов и теоретиков там, кто о них пишет, и для них что они вот выдают то, что требуют, просят, что нравится людям. Вот то есть спрос определяет предложение. Вот это как бы их на самом деле, конечно, и в экономике это всем хорошо известно, это все наоборот переворачивается. именно предложение определяет спрос. Отнюдь не наоборот. И это на мощных таких телевизионных программах, как, например, знаменитая программа Сергея Петровича Капицы, очередная невероятная, которая выходила на разных каналах, но всегда имела, ну, ее избавился от нее первый канал, она перешла на второй, потом на ТВ-центр и так далее, но она всегда имела своего зрителя и продолжала свою жизнь, вот пока был Жек Сергея Петрович и так далее. То есть предложение, ну, это как вот, если вы знаете, конечно, как в экономике, когда поехали, поставили в Африку какое-то время тому назад, в прошлом веке или позапрошлом менеджеры обогнали фабрики, пришло два, значит, две телеграммы оттуда, что значит, здесь не может быть никакого рынка для нашей обуви, потому что все ходят босые, один написал, прислал, а другой написал, прислал, что здесь возможности невероятные, у нас вообще все, все ходят босые, вот это подход, просто один и подход другой, и вот пока у нас подход будет такой, что идти на поводу, можно дойти до самых низменных инстинктов, что и успешно делают некоторые наши телевизионные фоналы, и на этом опускаться и опускаться его зрителя, можно подниматься вместе со зрителем, поднимать его, заинтересовывать его и так далее. Но это вот к вопросу о том, что, конечно, сегодня я убежден с Иван Андреевичем, согласен, что в обществе созрело в нашем обществе запрос на изменение ситуации в медиаиндустрии, в телевизионном эфире, прежде всего. И здесь позиция и наша должна и будет иметь свой вес, потому что социальная ответственность телевидения, это тема, которой мы давно занимались, она не имела поддержки, а никогда раньше, сейчас она надеется, что может быть востребована. Телевидение, медиаиндустрия должна быть социально ответственна, так же как бизнес, так же как и все прочее. Олегович, прошу прощения на самое главное. Самое главное. Ну, а что касается сохранения исторической памяти, то, да, ассамблея ведет целенаправленно некоторые проекты, в частности, много лет мы проводим единственной крупнейшей в стране смотр документального кино, который создан по инициативе героев Советского Союза, жителей Крыма и Севастополя. Это из 2004 года этот фестиваль проходил в Севастополе, ныне проходит в Волгограде, и называется он Международный кинофестиваль. Победили вместе, это название придумано, предложено этим героями Советского Союза, победили вместе имени Владимира Валентиновича Меньшова, который воявлял в качестве президента фестиваля с 2015 года, когда он целиком перешел естественно платить юридикцию России с 2014 года, и стал вырасти в крупнейший смотр документального кино с авторитетным международным участием, и тоже ничего удивительного, что например в прошлом году, в 22-м мы проводили в Болгограде, это был 17-й по счету фестиваль с участием 35 стран, более 200 всего участников и гостей, и ничего удивительного в том, что Министерство культуры нашей страны не поддержало этот фестиваль, и конечно было сложно объяснять это зарубежным коллегам и гостям, потому что они не могли, особенно китайцы, не могли понять, кто там сидит, как, на каком основании они не могут одевать, но наши чиновники, когда пришла предыдущая начальница департамента культуры, департамента кино, внестерства культуры, первое, что она сказала, слишком много патриотических фестивалей, но эта позиция, сейчас я надеюсь она так поменяется, но вообще что творится в нашей культуре, опять Юрий Андреевич здесь по-моему абсолютно прав с этой оценкой и буквально в понедельник был диалог очень интересный в вот этой программе «Большая игра» Карам Герчишек-Назарова и Джеймса Саймса во второй части «До двенадцати ночи» как раз на эту тему о позиции культуры, о кто сегодня и как должен себя вести. Мы знаем много примеров замечательных совершенно, как вели себя деятели культуры в годы Великой Отечественной войны. Я не буду их перечислять, они есть в интернете, это много всего очень известного. Значит, мы будем проводить этот фестиваль, потому что это площадка, на которой собираются и консолидируются кинеграфическое сообщество отечественное и зарубежное, которое стоит на позициях исторической правды и в своем творчестве ее отстаивает. И вот это я считаю, что это для нас очень важная позиция, которая и в нашем отечественном сообществе, в том числе документальном, далеко не много примеров, сейчас не буду об этом говорить. Наряду с этим фестивалем, который главную роль в котором уже несколько три года играет Ассамблея народов Евразии, у нас на основе фестиваля вывесли еще целый ряд инициатив, таких как начали проводить с 1918 год в Севастополе международные общественные форумы сохранения исторической правды, сохранения памяти о Второй мировой Великой Отечественной войне. И на сегодняшний день провели уже их 23, то есть на различные темы, это и темы различных воинских операций, темы воинских подразделений, были у нас форумы, посвященные Польфиловской дивизии, 16-й литовской стрельковой дивизии, юбилейм, там 80 лет создания и так далее. И это мы почему проводим? Это не просто для того, чтобы вспомнить, конечно, но вот на основе материала, который собирают историки, архивисты, исследователи, поисковики по воинским формированиям и событиям военной истории, военных действий, мы сформируем, это вот уже существует Международная Ассоциация потомков панфиловцев и друзей Ассоциации. Где-то из первого кадрового состава 12 тысяч человек на сегодняшний день под руководством председателя Совета по исторической памяти Ассамблеи народов Евразии, доктора наук профессора Казахского национального университета имени Аль-Фараби Лайвы Ахметовой, вот собраны материалы, сегодня уже 11 тысяч 347 человек известны, установлены эти советские воины. И эта работа продолжается. Ведется эта работа по 16-летовской церковной дивизии где уже которая была сформирована в Незаверодской области, но тогда это было годы войны Горьковская, город Горький. И первый свой бой, самый кровопролитный и страшный, приняла на Орловской земле в 43-м году в деревне Алексеевка. И вот там историки, архивисты и поисковики собирают сведения об этой дивизии. Сегодня на платформу, медиаплатформу исторической памяти, которая разрабатывается Ассамблея народов Евразии совместно с нашими коллегами. Вот должен был прийти вообще Игорь Александрович, он позже придет, в Радниче, и мы заносим на эту платформу как раз сведения о кадром составе воинских формирований и более шелухо. Там есть рубрика календарь исторических дат российских и так далее. Это не повторяет то, что на других медиаресурсах, связанных с участием с военной темой. Это память народа, мемориалы и так далее. Здесь аккумулируются все эти сведения, они значительно более подробные, они дают возможность впервые поротно, побатальонно, вот как есть этот лобок, помни всех временах, вот так у нас этот проект и называется. Мы тоже Пантиловскую дивизию и многие другие, потому что там уже заносится и гарнизон Брестской крепости, и погибшие в концлагере в Словении, в Мориборе, где замучено было более 5000 советских военнопленных в 1941-1942 годах, значит, и эти люди, и все это оказывается очень важным, потому что вот каждый день приносит нам новости о том, вот как сегодня из Хабаровска поедет в Гоми значит, наша соотечественница, которая благодаря Лайле Ахметовой и Анжелии Якубовской узнала, она много лет искала, это 80 лет, следы своего пропавшего без вести деда. Вот сейчас они нашли, и она едет на 9 мая в Гоми на то место, где он упокоен. собрали. Я понимаю, что уже вы устали, значит, и поэтому завершаю. Что хочется вам сказать? Дело, вот это дело, это дело молодых, дело поиска, дело исследования, дело сбора материала, дело создания вот этой медиаплатформы, и здесь очень важно полноты этих сведений, потому что когда мы говорим, ну, например, о начале Второй мировой войны, то в нашей даже отечественной стереографии есть, все говорят, как бы дата принятая 1 сентября 1939 года, а ведь война-то на самом деле началась, ну, значительно раньше, мировая война, это 37-й год, как минимум, японское, значит, нападение на Китай, и вообще колоссальное участие во Второй мировой войне, в этой битве с фашизмом и нацизмом, японским милитаризмом, недооценка роли Китая, восточных, вообще азиатских стран, вот этого всего восточного, значит, театра военных действий, она как-то вот перешла в нашу российскую историографию из, так сказать, западной атлантической точки зрения. Галерий Дорович, давайте мы эту тему, может быть, уже в дискуссии продолжим. Хорошо, просто время перебирайте. Хорошо. Спасибо большое, спасибо большое. И я хочу продолжить то, о чем Валерий Дорович не успел сказать, что на сайте Ассамблеи народов Евразии есть страницы всех проектов, которые Валерий Дорович курируют. Под названием это мегапроект «Бессмертная память». И он сейчас там, наверное, с 7 или 8 состоит направлений. Все информации на сайте у нас есть. А я хочу сейчас, мы заканчиваем вторую практическую часть, она у нас несколько затянулась, закончить выступлением одного из давнишних друзей Ассамблеи народов Евразии, Сухеля Фараха, доктор философских наук, академик Российской академии образования, номинант Нобелевской премии мира на 19-е и 2020-е годы. Сухель Фарах, к сожалению, сегодня не смог присутствовать лично, буквально в эти же минуты у него идет 48-е, по-моему, заседание Ялтинского цивилизационного клуба, где он большой активист. Но он прислал видеозапись одного из своих выступлений, он сказал, я прошу это выступление показать, потому что это то, о чем я хотел на вашем круглом столе сказать. Пожалуйста, Стас, запись Сухель Фараха. А звук можно как звучит? Спирайся на определенные принципы. Я считаю, что есть основные принципы, где есть люди, которые ведут диалог, если они, может быть, они соблюдают эти принципы, возможно, что будет эффективный и результативный диалог. первые, я считаю, что для того, чтобы вести диалог с другим человеком, он должен вести диалог с самим собой. Он должен освободить себя, в первую очередь, от стереотипов, которые он носит о себе и о других. А вот у каждого человека, у каждой книги, у каждой конфессии есть свои стереотипы, которые накладывались, исторические, и которые создавали, я называю это, вот, негативный элемент исторической памяти, где уже поколениями, поколениями, идущая система опять образования, воспитания и так далее, и так далее, нужно опять освободить себя стереотипом. А для того, чтобы освободить себя стереотипом, нужно иметь, я бы сказал, в общем, культуру разума, да, человек, может быть, высококультурный человек, а простой массы, люди, которые, у них отсутствует аналитический, он не может освободить себя от этих стереотипов. Когда есть создающая разумная энергия существует у человека, то он, безусловно, способен освободить себя от своих стереотипов. Раз он способен, следующий этап, он должен освободить себя от стереотипов, которые от других преливий, от других культурных, и вот этот принцип очень важный. Второй принцип, который я считаю, что очень важен, что для того, чтобы вести конструктивный и разумный диалог, должен человек быть у него свободовольным, у него там мысль свободна. И третье, для того, чтобы вести диалог, он должен распространить именно взаимного уважения и доверия. то есть я веду диалог с вами или с кем мы будем работать, для того, чтобы я диктуру свои постулаты, свои догмы, свои истории, свои культуры. Я в первую очередь приехал на второй для того, чтобы вас слушать. То есть нужно иметь культуру воздушно. И в том числе и в итоге этого, когда этот элемент уже существует, тогда мы способны искать, как же искать в себе, какие негативные или позитивные, какие точки, слабые точки или сильные точки. А у каждого есть такие точки слабые или сильные. И на самом деле этот ирок тогда будет действительно очень конструктивный и очень полезный. Диалог для того, чтобы вывести тоже конструктивное и разумное с другим человеком, который отличается от себя. Вот так просто судьба. Я родился, допустим, православный, другой человек, он уже родился в мусульмане, так говоря, третий, который будет в Японии, а родился буддист. Так случайно родился запят. Никто не выбрал для себя с рождения имя или фамилия или религия или конфессия. Это все так идет вот так. Или еще из поколения, или человек потом когда-нибудь. так-то для этого нужно иметь культуру. я всегда, когда выступаю, когда задают мне журналисты о вопросе религия и наука, я всегда вспоминаю идею Эйнштейна, когда кто-то дал ему вопрос, и он отмечал, в общем, наука без религии хромает, но религия без культуры скрипая. То есть поэтому религиозный человек по-настоящему религиозный. Несу как бы обе человек, он должен быть несколькакультурный человек, потому что когда существует культура, религиозная культура о себе и о других делах, о других сферах знаний, в области науки, философии, и другие, когда у человека у него есть поскольку религиозный подход, тогда он может вести действительно разумный открытый диалог и освобождая себя от определенных строгих долг или стереотипов, или ошибочных взглядов, для себя и о других тогда будет безусловно конструктивный и дальше мне кажется для каждого человека он должен понимать, что я всегда сторонник следующих если существует абсолютно астерина только у него у Бога это абсолютная астерина а все то, что мы говорим на земле все односельно а когда мы въедем в это тогда будет пространство для того, чтобы обновлять себя развивать себя вести диалог и ради дискуссии вести диалог для того, чтобы поступить в какой шаг партнерство это сотрудничество в разных сферах знаний у меня есть коллеги вот как раз продолжим наш круглый стол и перейдем к третьей части будем вести диалог будем вести дискуссию и обсуждать актуальные проблемы и пытаться найти какие-то пути решения проблем поэтому коллеги я объявляю дискуссию открытой и я напоминаю что можно задавать вопросы сразу участникам кто сейчас будет выступать но обращаю ваше внимание что у нас времени не так много поэтому участники пожалуйста актуальные проблемы и ваше предложение как решать эти проблемы а мы будем уже здесь высказывать свое мнение да я предлагаю так как эта часть задумана именно как свободный разговор но у нас еще вот наши друзья из Арии Санки ничего не сказали поэтому это ваше время пожалуйста вы сами определитесь кто из вас первый кто второй но и позвольте нам задавать вопросы вам сразу после выступления может быть мы подключим Александра Бугаева если он знает он нас слушает давно ждет давайте таки ему слово да итак мы предоставляем слово Александру Владимировичу Бугаеву президенту Ассоциации буддийских общин Ария Санха члену учредительного совета фонда поддержки буддийского образования и исследования пожалуйста Александр здравствуйте дорогие друзья уважаемые участники форума круглого стола тут возможно прерывается связь не совсем я понимаю как вы меня слышите потому что все что до этого я слышал у меня связь достаточно сильно прерывает мы вас слышим хорошо слышите хорошо хорошо да вот мы представляем Ассоциацию буддийских общин мы существуем официально с 2019 года а ну неофициально у нас где-то деятельность порядка 10 лет и вот совершенно сейчас послушав выступление многих участников я понимаю что это достаточно актуальная тема и очевидно что разные периоды развития цивилизации нравственности духовной ценности всегда были в цене всегда были достаточно актуальны и тем более в наших таких сложных геополитических обстоятельствах сейчас для укрепления и конфлидации нашего общества деятельность буддийских и общественных и духовных религиозных организаций востребовано как никогда мы все это понимаем и государство это понимает и все больше уделяет нам как организации религиозной внимания наша централизованная организация помимо религиозной и уставной деятельности на протяжении многих лет также принимает участие во многочисленных гуманитарных и благотворительных проектах вот мы сегодня в небольшом составе подробнее об этих проектах вам расскажет руководитель проекта нашей ассоциации Андрей Краснов я постараюсь вкратце рассказать об общих основах об общих принципах нашей организации вот совсем недавно при содействии МГУ при сотрудничестве МГУ Дальневосточным университетом и Министерством науки и высшего образования был шоу в Донфонд в фонд содействию буддизма буддистскому образованию и исследованию у буддизма помимо всего прочего есть много интересных факторов и чему поучиться и помимо глубокой философии есть много чему поучиться социальным наукам поскольку само по себе учение Будды оно пронизано базовым принципом любви ко всем живым существам состраданием и сам буддизм он базируется на принципах на принципах взращивания любви ко всем живым существам поэтому это отчасти также может служить консолидирующим механизмом для решения базовых проблем современного общества которые так или иначе сейчас актуальны как никогда в социальном смысле сам по себе буддизм это такой гуманизм проявление гуманизма вообще во всех первых общественной деятельности что в общем-то как сможете догадаться имеет непосредственное отношение к теме нашего стола собственно взаимодействия с духовными и общественными организациями вот собственно буддизм не только работает непосредственно с индивидуумом с людьми например на фоне опять же современных событий это могут быть и какие-то депрессии и преодоление психологических проблем так и в целом буддизм проявляет себя как некая система программирования общественная она эффективна во всех социально-экономических социально-культурных процессах что в общем-то можно достаточно эффективно посмотреть как это работает в странах дальнего тихоокеанского региона в странах дальнего востока то есть Китай это Япония сейчас очень актуально Кореи соответственно Индия то есть мы имеем такой совершенно банальный очевидный пример что в России сейчас буддизм сам по себе как таковой имеет тоже много положительных моментов и помимо всего прочего буддизм имеет здесь давно коренел такие глубокие корни поэтому я бы перечислил в общих чертах на что ориентирована наша ассоциация и дальше мы уже можем применить порядка дискуссии значит вот в базовых принципах нашей ассоциации заложено содействие и поддержка и помощь буддийским организациям в России осуществление культурно-общественной полезной деятельности в сфере образования науки и культуры содействия деятельности буддийским организациям направлено на консолидацию общества и укрепление государства содействия деятельности в сфере охраны и должного содержания зданий объектов и территории имеющих культовое культурное и природоохранное значение общественное содействие содержание России с буддийскими странами содействие сохранению и развитию национальных языков культуры традиций содействие в развитии научно-исследовательской деятельности в области изучения языка культуры и истории буддизма поддержка научных периодических изданий по соответствующей буддийской тематике связанной с целями нашей ассоциации осуществления издательской деятельности пособий религиозных и научно-популярной литературы содействие формирования системы подготовки и переподготовки специалистов со знанием истории культуры буддизма на основе взаимодействия в детских вузах это то о чем я выше сказал это наше взаимодействие с фондом по сути этот фонд сейчас существует по факту указа президента который он выпустил два года назад и который послужил принципиальным толчком к формированию такого фунда и этот фонд непосредственно сейчас проводит большое количество разноплановых программ ну вот часть из этих программ мы проводим вместе с этим фондом как централизованная религиозная организация мы представляем обоюдовыгодный интерес и работаем очень даже плодотворно на мой взгляд содействие в формировании системы повышения квалификации преподавателей буддийских образовательных организаций высшего образования буддийских образовательных организаций участие в реализации проектов Министерства науки высшего образования Министерства посвящения Министерства культуры Российской Федерации в религиозной сфере по поддержанию религиозной терпимости согласия возрождения культурного наследия поддержания российской идентичности молодежной политики иных проектов вот и хотел бы еще заметить что буддизм в России является интегральной частью общества и культурного пространства и духовного пространства и здесь различные буддийские общины уже на протяжении последних 200 даже 300 лет развиваются и стали неотъемлемой такой частью государства и здесь ряд районов являются центрами такого развития религиозно-духовного пространства и общин и в общем на фоне всего вышесказанного тоже можно найти много такого рода векторов для развития ну вот я в 2016 году делал большой доклад по поводу приоритетного развития туризма как направления в которое государство могло бы изначально сделать определенные инвестиции которые впоследствии дало бы свои плоды в качестве это не только туризм из-за рубежа иностранный но это и внутренний туризм потому что это такая изюминка своего рода уникальная культура в настоящий момент достраивается самый крупный храм в России буддийский в Туве в Кызыле до этого очень много храмов было построено в Иркутской области в Бурятии в Калмыкии огромный храм построили в 2000-е годы строят тоже много культурно-религиозных объектов таких как ступы у нас есть проект который был осуществлен в 2004-м году и он очень явно показывает неоднозначно показывает что туризм именно религиозный паломничек имеет под собой большие основания думать что это перспективное направление с точки зрения даже несколько циничным аспектом если размышлять с точки зрения прибыли потому что эта ступа которая стоит в центре на острове Ольхон точнее Огой недалеко от острова Ольхон она приносит ежегодно казну Иркутской и Бурятской областей достаточно большие деньги сейчас потому что это ступа привлекает например туристов из Монголии Китая ежегодно туда приезжает огромное количество и местных жителей просто они через вот такой визуальный объект они начинают дальше интересоваться духовными ценностями это тоже такой можно сказать трансцендентный что-то фактор когда ну здесь есть такое понятие освобождение видением когда люди знакомятся с культурой и с религией через вот визуальные объекты вот в целом в нашей ассоциации сейчас примерно 14 13 или 14 общин это как и Москва так и регионы мы готовы к сотрудничеству у нас много проектов скажем так гуманитарного характера благотворительные проекты вы можете с ними познакомиться на наших интернет-ресурсах у нас есть большой канал на ютубе у нас есть сайт санхару достаточно простой и есть канал в телеграме где все новости об этом сейчас вам подробнее расскажет руководитель проектов Андрей ну собственно пожалуй главное что хотел бы я подытожить во всей нашей беседе это то что наша базовая задача сейчас это укрепление консолидации российского общества перед вызовом несовременного мира потому что ну как вы все знаете ситуация достаточно непростая у нас и задачи стоят серьезные которые нужно совместно решать и думать как заходить потому что не всегда люди с атеистическим складом характера могут сами справиться с этими проблемами а буддизм в этом плане очень очень развит и проработан вот это наверное все что я хотел вам сказать большое спасибо за внимание спасибо Александр и буквально я хочу добавить что благодаря Александру сегодня вот у нас на столе замечательные книги и Андрей наверное да скажет несколько слов об этих книгах и ты так поняла нам можно будет на память взять да ну и я думаю что Андрей продолжит да а потом уже вопросы добрый день уважаемые участники огромное спасибо что я прошу прощения можно я вас представлю да Андрей Красов руководитель проектов в ассоциации буддийских общин Ария Санка член совета Ария Санки сооснователь и руководитель центра тибетского буддизма дом Бодхичитты Горчена спасибо большое еще раз всем спасибо что вы здесь слушаете я не буду долго рассказывать и не нужно показывать наш сайт потому что у нас были ссылки но время кончается я просто дополню Александра и просто расскажу в какой области и на основе чего мы действуем да то есть буддизм это такая мировая универсальная религия многие не понимают что это значит тем более вот мы такие да может быть мы не соответствуем образу буддистов здесь сегодня говорилось по стереотипах и надеюсь что мы их разрушим да буддисты бывают разные и мы такие вот буддисты которые живут в городах занимаются на самом деле занимают различные социальные ступени должности и так далее занимаются обычной жизнью и интегрируют учение Будды в эту жизнь вот ну к примеру то есть поэтому мы на самом деле можем делать больше чем те буддисты которые представлены традиционно скажем тогда монашеская традиция существует существуют различные буддизм очень широк вот мы представляем определенную ветвь буддизма люди интегрированные в современное общество то есть современные буддисты можете нас так называть и ассоциация была создана как по примеру народной дипломатии как раз да и на основе того о чем сегодня вы многие говорили спасибо вам огромное на основе универсальных ценностей во-первых мы хотели сотрудничать то есть религиозная деятельность происходит на основе местных религиозных организаций ассоциация это такая надстройка над этими местными религиозными организациями где люди такие активные вот как мы мы сказали давайте будем делать что-то полезное для общества вместе объединившись мы можем сделать больше и вот допустим мы можем построить ступу о которой Александр сказал да это такой объект который важен во всех аспектах то есть и религиозным и социальным и туризм и государства все получают от него пользу потом в учении Будды есть понятие соединения двух истин истинно-абсолютной и истинно-относительной и на практическом уровне это может означать что мы должны действовать в этом мире обладая мудростью которая учит нас учение учит нас дхарма дхарма Будды это в переводе санскрита это закон жизни да и о законе жизни мы сегодня уже говорили это любовь в первую очередь это стремление помочь всем существам это как бы отказ от эгоизма в пользу альтруизма и вот это и есть наши универсальные ценности и как говорит его святейшество Далай-Лама моя религия это доброе сердце вот ассоциация это примерно об этом и в буддизме есть также понятие заслуга что такое заслуга это принесение блага да то есть тему счастья и когда мы действуем на внешнем уровне обладая мудростью мы получаем эту заслугу и делим ее со всеми существами да то есть вот на этом строится вся наша деятельность и чем мы занимаемся то есть мы идем туда где мы можем помогать людям то есть это экология это благотворительность то есть как пример мы кормили бездомных во время пандемии да потом мы защищаем Байкал в некотором смысле то есть мы сотрудничаем с местными религиозными организациями все это построено вокруг ступы который мы построили на Байкале мы строим сотрудничество кому-то помогаем каких-то привозим там больших людей допустим чтобы они своим авторитетом поддерживали наши проекты и чтобы местные люди вовлекались в это они видят что какие-то люди например у нас участвовал глава школы тибетского буддизма он посол посол доброй воли ООН мы его привлекли сделали такой проект назывался Байкал чистая планета Байкал чистая чаша планеты да извините вот и там мы объединили шаманов бурятии буддистов из России из европейской части и из Бурятии и Калмыкии да соответственно и это Индия Непал это наши традиционные сферы интереса потому что наши учителя наши образовательные центры находятся все там сейчас их здесь не очень много вот потом мы занимаемся также этическим образованием для это внеклассное образование для детей у нас есть такая называется школа добра и сейчас у нас там один курс который был разработан также при участии в святейше Далай-Ламе в США но сейчас он адаптирован в России называется Мир Людей это программа этического и сейчас скажу очень сложное название ну в общем да это этическое образование образование детей общечеловеческим универсальным ценностям где они учатся взаимодействовать между собой понимать как эти как отказ от эгоизма в пользу альтруизма приносит им пользу и так далее то есть такая школа действует она у нас есть и эта программа сертифицирована в России а учебники есть есть сертифицированные преподаватели и есть переведенные официальные то есть да это учебник но он в рамках неклассного образования он я честно говоря я могу уточнить насколько там литература была сертифицирована да но институт герцена и я думаю вы знаете тоже это Кожевникова делала она сертифицировала и она занималась учебниками это можно уточнить материалы есть точно то есть примерно вот так я вижу то есть мы сегодня знакомимся с вами мы впервые здесь и я услышал очень много и очень рад спасибо вам огромное за то что действительно есть неравнодушные люди которые хотят на самом деле приносить благо за счет таких универсальных ценностей которые думают о счастье других людей которые которым не все равно на самом деле потому что понимаете да наше общество не всегда нацелено на принесение блага другим и в этом я вижу наши точки соприкосновения вот пожалуй наверное все я не буду отнимать много времени спасибо да и здесь это проект тоже Арисанки это книга которая может вам стать настольным пособием для вдохновения скажем так просто открывает это набор историй в которых вы найдете примеры подвижничества примеры самоотверженности примеры того как люди отказывались от себя в пользу других и как это приносило благо им самим и тем людям кому они помогали да то есть просто открываете на каждой на любой странице какую-то часть и это может сделать ваш день и все участники сегодня получат эту книгу да они здесь а кто составитель этого сборника это воспоминания одного очень известного учителя Тулку Ургена Римпочи он жил в Непале и он ушел не так давно то есть в 90-х годах то есть он наше современие он считается одним из важнейших учителей нашего времени спасибо большое можно еще тогда я так поняла что Наталья еще готова сказать или можно вопрос уже задавать если коротко давайте я представлю Гуркина Наталья режиссер и сценарист кино и игровой индустрии выпускница Московской школы кино гауреат международных кинофестивалей всем здравствуйте очень приятно с вами всем познакомиться и было интересно по всему времени особенно от коллег мы еще и были важные моменты которые прям было очень очень интересно услышать потому что вот это вот про поднятие зрителя до более высокого уровня и то что не нужно ориентироваться на рынок а нужно дать свои условия и поднимать туда внедрять то что хочется внести это прям от самого сердца то что было важно когда мы учились в УЗИ те работы которые я снимала для меня было важно дать что-то зрителю не просто создать какое-то развлечение и собственно это то чем хочется продолжать заниматься в рамках еще и традиций сейчас проект который находится пока на очень ранней стадии который совмещает в себе и режиссуру и игровую деятельность хочется создать такой синтез из буддизма психологии и игровой индустрии потому что игровая индустрия сейчас она очень молодая но в ней очень много ресурсов это IT это то куда сейчас смотрят все это тренд который заходит и разные другие индустрии можно синтезировать и создать определенные условия и создать в них проекты которые будут привлекать молодежь потому что мне интересно привлекать молодежь к теме осознанности а тренд на осознанность сейчас большой и он в разных областях как в играх как в кино так в литературе и сейчас новейшие технологии такие как виртуальная реальность например позволяют буквально погрузить человека в те обстоятельства в которых в реальности он может не оказаться и дать ему некий уникальный трансформирующий опыт при этом с правильным нарративом психологическим подходом и руководством высоких учителей которые могут привнести это правильно подать буддийскую составляющую человек может понять как работает его ум что поможет ему достичь состояния осознанности в стрессовых ситуациях когда все мы ускоряемся и всегда принимаем больше и больше решений больше берем на себя он сможет останавливаться и смотреть что происходит на самом деле принимать более взвешенные решения более толерантно относиться к людям проявлять сочувствие понимать что такое любовь в моменте и относиться к другим людям а главное понимать как относиться к себе потому что часто говорить другим другим и человек забывает что он тоже часть этих людей и нужно уметь услышать себя чтобы действительно уметь помочь кому-то еще и вот очень правильно сказала Марина Леонидовна про то что сначала нужно стать счастливым самому чтобы действительно показать другим это счастье и вот я считаю что в синтезе новейших технологий и традиционных ценностей есть будущее которое может дать совершенно новые какие-то результаты и помочь молодежи увидеть что-то что увидеть было дать усложное Наталья правильно я поняла когда я читала ваши материалы что в том числе можно пережить вот это состояние бордо то есть это посмертное состояние в теории сейчас по крайней мере сейчас о чем мы думаем с ребятами с коллегами что это можно сделать но для этого нужно поговорить с учителями потому что бордо здесь используется как такой как мы понимаем что все равно должна быть некая составляющая атмосфера в которую ты заходишь в игру и путь бордо который описан в книге он да у мертвых его можно использовать как путь через который мы проведем человека игрока который покажет ему его ум на основе этого опыта то есть естественно я не могу претендовать на то чтобы но это попытка по крайней мере сейчас в задумке это так со стороны психологии и буддизма взять эту книгу мертвых и с правильным учителем суметь донести этот опыт работы со своим умом в каком с какой работой вы на международных фестивалях участвовали в международных фестивале работа признания это краткометражный фильм черно-белый про глухонемого режиссера и актера там это очень короткая история которая также поднимает в Торонто ТИФ может быть Торонто интернешнл фестивала там была отдельная категория специально специально сделала его глухонемом девочку да актериста была она училась специально мы брали вот знаем что Марина я самая счастливая конечно различные религиозные практики в разных религиях они вот так предлагают разные пути совершенствами добра любви и так далее и так далее и так далее и так далее буддизм в этом смысле имеет свою значит свои практики и свою историю джолю замечательную но это есть во многих и во всех остальных религиях практически так же вообще поиск истины это задача науки поиск истины исследования знаний это вы сейчас говорите о рациональном способе познания и рациональном все випе это предлагают в своих и буддизм в этом смысле одна из самых интересных конечно практики согласен извините можно один сказать я просто вот один реплика насчет религиозности да религия это хорошо православная религия это тоже хорошо жизнь мы все религии хорошо да в самом деле мы дети вечного неба но у нас я хотел сказать один монгол типа монгольской насчетности остались преподобному человеку православному верю это называется Таир хан принц Таир праправнук Чингисхана у него храм 160 километров здесь находится вот интересная история человек из Азии в Монголии вот из преподобного стата его называют это это как раз о том что изначальные принципы они одинаковые просто в различных религиях в различных формах в различных практиках это я думаю вот это выражение Далай-Ламы когда он говорит моя религия это доброе сердце может любой представитель любой религии собственно я с этого начал мы примерно вот на этом стоим мы не используем в своей деятельности какую-то религиозную составляющую если это не мероприятие для последователей да то есть мы практикуем медитацию и все остальное вот но в нашей социальной деятельности наш главное наше главное посыл то есть главная цель это принесение блага оно никак не обставляется с какой-то религиозной стороной то есть когда человек испытывает любовь другому человеку это универсально в этом нет никакой религиозной и нам в принципе не требуется у нас есть своя практика да то есть у нас есть местные религиозные организации куда приезжают учителя где все это то есть здесь это как раз мы выходим за рамки религиозности на самом деле и в буддизме это очень широко применяется друзья есть еще вопросы в нашей дискуссии тоже скажите а вы с Далай-Ламой 14 как-то связаны ну то есть мой учитель ученик Далай-Ламы и Далай-Лама наш духовный скажем так авторитет да и ну конечно мы все встречались на каких-то учениях то есть мы ездим к нему но это не то что какая на короткой ноге то есть мы его последователи да если я задал вопрос дело в том что по инициативе международной ассоциации мельчинской культуры мы дважды приглашали Далай-Лама в Россию и он приезжал его поездки были очень значимы в 90-х ну в принципе если что его еще раз его пригласили это мечта я думаю всех не только буддистов но и ну вот на самом деле народов Евразии может быть помощником в этом деле это было бы прекрасно может быть потому что идея форума духовного согласия которая родилась в 1992 году прошел первый конгресс духовного согласия в Алма-Ате Юрий Андреевич был у основания этой идеи причем реализация этой идеи вместе с Сидоровым с Балашовым и она находит дальнейшее свое воплощение в разных формах потом были конференции ежегодные конференции в Астане затем был в 2010 году всемирный форум духовной культуры затем были парламентские слушания в России и сейчас ассамблея подхватила их и у нас в октябре прошлого года в общественной палате прошел первый форум следующие две сессии прошли в Индии и мне хочется в конце не скажу завершением еще будут вопросы но вам показать буквально 3 минутки как и нас в марте месяце Стас пожалуйста видеоролик Индия прошел прошли прошел этот форум в Индии вообще не будем сада и на котором кстати присутствовал Сергей Ларюшкин который сегодня к сожалению не смог присоединиться но мы его здесь увидим вместе с Ламой Валерой как он его назвал вот все что делает ассамблея я думаю что мы это будем продолжать ассамблея 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 не смог ассамблея ассамблея Продолжение следует... 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 У меня был такой случай на медиафоруме в Астане, когда как раз по поводу армами-заевраганского конфликта или арабо-израильского, я в ответ на реплику Абхима Шевченко, который там очень активно выступал, достаточно жестко, она сказала, что главное для журналиста, который участвует в любом конфликте, это прекратить производство ненависти, вот это то, что в силах, потому что найти там быстрые решения и какие-то, это вот иллюзия, но прекратить производство ненависти, это то, что мы должны были бы объединять в силе, вот в этом, это первый шаг, через который можно идти дальше. Валерий Давыдович, совсем недавно прошли дни Крыма в Армении, и Георгий Львович вручил то же самое, крымские поисковики опискали медаль, да, вы знаете, да, и вручили родственникам семьи, это было такое трогательное мероприятие, такая трогательная акция, и я прошу меня, извините, пожалуйста, просто уже тоже. Коллеги, я хотела бы поблагодарить, во-первых, всех, кто пришел сегодня, кто нашел время, присутствовало очно, кто присутствовал онлайн, к сожалению, онлайн, но не всем дали возможность выступать, может быть, задать вопросы, но я думаю, что это наше не последнее мероприятие, я поблагодарила бы Ирину Ивановну за то, что она... Я хотела бы поддержать Ирину Ивановича в том, что и всех коллег, кто сегодня выступал, действительно, народной дипломатии, сколько мы сегодня тем затруднены, начали с миграции, и религия, и культура, и телевидение, и широкое совершенно направление деятельности, поэтому я всех призываю сотрудничество, представители научного сообщества, Академии наук, давайте вместе будем работать, мы будем проводить исследования, вы будете как практики. И такой тандем, я думаю, предложения, рекомендации, будем дальше нашим органам власти предлагать нашу работу, и вообще, самое главное, встречаться, поддерживать нашей коллегии. Еще раз всем огромное спасибо, мы сделаем итоговый материал, и я думаю, что видеозапись обработаем, где-то у нас на сайте, и отсрочки всем разошлись. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья.